Путь до Керчи был не близким, но стоил каждого пройденного километра. Ведь мы оказались в удивительном месте. И здесь мы попробуем узнать, как проходит жизнь в служении Богу, в служении людям и в заботе о животных. В конце XVIII века одному из пастухов села Катерлес несколько раз являлась на горе Видения всадника на Белом коне. Пастух позвал знакомых старцев, чтобы и те смогли увидеть чудо. Всадник появился и перед ними. Но стоило старцам подойти ближе, видение исчезло. Зато на месте всадника остался лежать большой камень со следами копыт и икона с образом святого Георгия. Икону несколько раз пытались перенести в Керчь, в храм Иоанна Предтечи, но она все равно оказывалась на горе. Со временем было решено именно здесь основать монастырь. Более полувека обитель развивалась и менялась, и всегда люди могли найти здесь помощь. В советские годы монастырь был разрушен и закрыт, и возрождение его началось только в конце XX века. Сейчас он еще хранит следы забвения, но жизнь и быт постепенно налаживаются. Увеличивается количество прихожан, строится новый храм, и даже появилась своя небольшая ферма. Все это стало возможным благодаря трудам и заботам очень многих людей. Мы храм этот строим, но специально над камнем, вот на этом священном камне, над местом, где являлся Георгий Победоносец. Почему именно здесь? Здесь его никогда не было, но потому что мы хотим его защитить. Это святыня, которая досталась нам от наших предков. Ее даже не смогли разорить, разрушить советскую власть, все силы свои, сколько они там на него старались. На камень. Ну, смешно бороться с камнем, да? Кому он мешает? Лежит себе, лежит. Но они не смогли ее ни взорвать, ни у нее везти его. В 1997 году по решению священности Синода был открыт этот монастырь как мужской. И поселились братья, но их было мало. И в 2000 году преобразовали в женский монастырь. И вот поселилась здесь матушка, игумня Кирина, здесь первая игумня. Владыка Платон посетил первый раз нашу обитель. И осмотрел все здесь, посмотрел, что ему все понравилось. Ну, и решил какие-то изменения здесь внести, потому что матушка наша первоначальная игумня была уже очень пожилая. И, значит, назначил меня казначей этого монастыря. А через год, в 2014 году, возвел меня в игуменье. Ой, каким тогда был монастырь, это даже трудно представить. Я все-таки жила в монастыре, который полностью был отстроенный, отреставрированный. Там все было, закончена вся реставрация. А когда сюда подъезжала, мне подвозят сюда и говорят, вот это монастырь. А я смотрю, не могу понять, что такое. Ничего, окошек нету. Какие-то два разрушенные здания стоят. Ни ограды, ни территории, непонятно что. А зимой отопления вообще никакого нет. Ни печного, ни электрического, никакого. Вообще ничего. Электричество само было с трудом. Даже лампочка не везде могла гореть. Настолько было плохое электричество, что отапливаться электричеством нельзя было. Газа, конечно, тоже, само собой, не было. И вот ложишься спать, фуфайки, в сапогах. В общем, в чем только можешь лечь, и лежишь там в этой кроватке, думаешь, господи, скорее бы утро. Выдержать, вытерпеть, это человек своей силой, конечно, не может. Но за послушание Богу все возможно. И мы, слава Богу, с этим справились. Первым делом мы провели, значит, воду, чтобы можно было там на кухне как-то. Следующим этапом мы провели здесь газ. Это было такое, конечно, трудное дело. Мы постарались поменять везде электричество. У нас теперь везде есть хороший свет. Везде во всех помещениях, везде-везде здесь освещение, там везде освещение есть. Когда заходишь на скотный двор, встречают гостей красавцы павлины и фазаны. Как говорит матушка Феодосия, они здесь в утешение детям, которые вместе с родителями приходят на службу. Наблюдать за птицами всегда приятно. А так дети еще учатся и доброму отношению ко всем живым существам на земле. У нас кролики только были для детишек. А хотелось, чтобы им еще что-то было, какое-то занятие. Тем более в селе ведь нечего детям вообще посмотреть. Здесь нету даже, ну вот, ну вообще ничего, куда детям можно сходить. Поэтому они сюда всех кроликам. И стоят возле кроликов, их родители тянут, пошли, а нет, они возле кроликов. Поэтому подумали, возьмем, заведем павлина им. И будет им приятно. Приехали покупать, а нам расовую подарили. Ну вот подарили павлина. Думаю, надо павлинку раздобыть. Ну вот Господь нам послал Павлушу, вот, ну а потом еще мы, правда, прикупили вот этих вот фазанчиков. И с Божьей помощью вот у нас, может быть, уже скоро будут свои фазанята. Господь про человека говорил, человеку единому быть на земле. Поэтому и животные тоже ведь по парам живут, пускай будут вместе, радуются жизни. А к осени, Бог даст, мы их расселим еще, чтобы они не жили в одном помещении, а сделаем для фазанок по породам их отдельное помещение. Корм у них самый простой. Самый простой это овес, не овес, пшеница, у них ячмень, кукуруза и семечки. Вот. А зимой им надо, чтобы только утепленное было помещение, где они ночуют. Ну, такая, как у нас зима, так им, ну, двор не надо не утеплять, ничего, главное, чтобы сквозняка не было. Им так хорошо. Ну, вот золотой фазан, вот тот, который в углу там сидит, так он, я подхожу с ведерком или с чем-нибудь, он даже не успел крышку открывать, он сразу туда начинает клевать. Вот и Павла к вам пришел. Это Павлуша. Вот у него на осень, осень выпадает хвост, он меняется, как бы, да, на другой. Ну, вот он не выпал, у нас теперь такие огромные букеты этих его перьев. Ну, и еще детям раздали все, детям прям доставали оттуда, как только могли, и просили, можно нам перышко, да сколько угодно. Красиво, конечно. Дальше путь по скотному двору идет к другим птицам, куда более привычным для деревенской жизни. Есть утки, есть куры, а есть обособленный отряд очень красивых и удивительно мирных петухов, с появлением которых связана очень веселая история. Первые появились, конечно, курочки. Первых курочек 10 штук мы купили, а куда их селить не подумали, куда их селить. У нас здесь ничего вообще не было, вот эта вся территория была не то, что не огорожена, даже не было понятно, где кончается наша территория. Но мы все-таки поискали возможности, нашли людей, первые братья наши построили вот возле башенки, маленькое помещение беленькое, построили вот этот курятник, и он здесь один стоял в чистом поле, ничего другого не было. Ну а пока не было куда куриц поселить, они жили в трапезной у нас, везде там ходили, как раз к столу яичко снесут. Вот так вот, первые были курочки. Потом мы завели, завели мы телок. Телок завели, потому что монахи мясо не вкушают, но молоко, творог, сыр и масло с удовольствием в скоромные дни можно. Ну а как без баранов? Вот у нас бараны и простые, и курдючные есть. И здесь вот часть баранов, а другие еще на пастбище. Так у нас 25 баранов. Как-то вечером братья загоняют овец домой и говорят, матушка, одного нету. Я говорю, как нету? Да, одного нету, говорю, пересчитайте, все-таки нет одного. Ну пошли, давайте искать. И они почему-то пошли искать далеко. Вышли за ворота, кто-то туда далеко пошел, кто куда пошел, кто на пастбище пошел. А я здесь стою и думаю, что так далеко пошли. Думаю, зайду-ка вот сюда, захожу сюда, а там лежит овечка, родила ягненка. И он возле нее такой маленький, пушистый, а у него вот у новорожденного не пух такой, вот как он сейчас мягкий, а он немножко такой жесткий, как будто наждачная бумага. И мы настолько, это неожиданно настолько было, что вот он такой маленький, вот он совсем малюсенький, но ножки крепкие такие у него. И вот это вот немножко пух вот это такой, неожиданный на ощупь. И давай мы все его на руках носить, немножко брать его всем. Такое утешение неожиданно было. Так что не потерялся один, а добавился один. Куда ни глянь, у нас везде петухи. В этом году решили подкупить курочек для монастыря. Ну, яйца для сестер, для братьев, для трудников наших. И ждем, ждем, когда же яйца начнутся. Я спрашиваю у нас в котном дворе у братьев, где наши яйца? Они говорят, матушка, ну какие яйца? Все курочки оказались петухами. Так что у нас теперь вот это петухи, и везде, куда глаз глянет, везде одни петухи. Но зато какие они красавцы и устроились так интересно вот на жердочках. Это да. Они не хулиганят у вас? Нет, они всемирные. Вот чтобы кто-то дрался, такого нет. Я думаю, что в монастыре должна быть любовь у всех. Смотрите, к вам пришел какой малыш. Совсем крошечка. Такой вот котик пришел. Да, вот такого добра у нас вообще. Так что кому нужны котята? Такие вот крошечки, да. Видите, какое маленькое счастье хорошее. И все будут ловить мышей. Это само собой. У нас даже ловит мышей. Кошка вот у меня в келле, где вот я живу, живет декоративная кошка. Она такая, вот у нее глазки на одном уровне с носиком. Вот как она такая. Экзот или перс, наверное, да? Да, она экзотична. Экзот, да. И в общем она ловит мышей вообще каждую ночь почти. Откуда-то их уходит. В коридор выпустишь ее. Только смотрю, мыша оттянет. Как она? Вот говорят, они не ловят мышей. Все-таки трудолюбивые кошки. Молодцы. Да, да. Так она старается отрабатывать свой хлеб. Вот так вот мы и пригрелись тут, да? Уточки тоже в тень спрятались. Очень сложно перекричать петухов. Жарко. Тоже вот этих уток купили тоже 100 штук. Они жили у меня в келе, вообще в келе, где я живу. Вот так вот за голову доставали, перекладывали их и на улицу выпускали. И вот они так, они, знаете, так быстро выросли. Вот маленький, им недельный возраст, они в пруду купаются уже, представляете? Настолько вот они понимают, да, что инстинкт у них есть. Маленький, без мамы, без никого. И вот так выросли. Потом я их от своего дома, вот сюда палочка вот огнала, их вот такие уже здоровые уже. Есть на монастырской ферме и поросята. Хотя уже, наверное, не поросята, а вполне большие и очень представительные свинки. Они невозмутимо принимают оказанное им внимание. Со стороны сестер, трудников и все тех же голосистых петухов. Здесь строили клетки для коз. У нас было очень много коз. Но так как они поедали наш сад, садовник наш, который насаждает, он посадил сад у нас, да, там полоса большая. И еще за территорией монастыря он тоже посадил. И эти козы больше ничего не хотят есть, как эти деревья, которые он посадил. Поэтому нам сделали такой ультиматум. Либо мой сад, либо ваши козы. А здесь вот такие пять красавиц. Барышни отдыхают. Слушайте, действительно, какие у них мордочки симпатичные. Так им хорошо, ведь у них всегда чисто, сухо. Я всегда приду сюда на скотный двор и братьям говорю, у вас свиньи лучше всех других животных живут. У этих всегда чисто, сухо. Они все время сыты, все время довольны, лежат такие, отдыхают. У нас здесь произошло чудо зимой. Здесь вот есть кухня для животных, где там им запаривают корма. В общем, там была проводка, и она как-то, видать, замкнула что-то, и она загорелась. И один из братьев забегает, открывает дверь на кухню, а там такой дым, что прям вырывается сюда, в коридор. И он говорит, я не знаю, что делать. Скорее, себя схватил, потому что там, в этой кухне, вот так же стена, солома, вот так все лежит. И там еще на дне очень много соломы было, потому что там маленькие ягнята рождались, и они там, значит, жили у нас, чтобы им было тепло зимой. И он говорит, что делать, не знаю, взял с себя куртку, снял, и давай на полу вот это вот тушить. Тушил, тушил, и прибежал ко мне, говорит, матушка, пожар, горит скотный двор. Я как испугалась, как побежала, слово такое, скотный двор горит. Прибегаю сюда, открывает он дверь, а там ничего нет. И ничего не загорелось, ничего. А куртка его обгорела, и телефон в кармане его куртки обгорел, даже звонить не может. Он говорит, а, нет, нет, не так. Он приходит и говорит, матушка, куртка сгорела, телефон сгорел, звонить больше не будет. Я говорю, Саш, попробуйте, может, будет. Матушка, видите, он весь, даже форму другую приобрел какую-то, не будет. Я говорю, Саш, набирайте. Набирает и отвечает кто-то ему. Он говорит, работает. Представляете, чудо какое-то произошло, да. Среди всего фермерского быта, ежедневного труда, бывает сложно найти минутку для отдыха. Но матушка Феодосия придумала, как сделать так, чтобы подходящая минута отдыха стала полезней в несколько раз. Да еще и подарила умиротворение и радость. Бывает, хочется посидеть где-то там или помолиться, либо уединиться где-то. А куда выйти? Некуда, везде. Вот летом жара такая, как вообще просто. А вода все-таки дарит и прохладу, и покой. И спокойствие. Здесь еще не доделано, вот здесь будет беседка сделана, да, где можно будет сидеть с мостиком таким. И водопадик небольшой. Он будет журчать, и любая сестра, которая там, ведь монашеская жизнь, что это? Это какие-то брани, когда человек что-то побеждает в себе. И как бы человеку надо какое-то успокоение, понятно, что молиться надо, это само собой. Но еще человеку хочется какую-то атмосферу создать себе. И думаю себе, пора делать пруд. Матушка, они, наверное, издалека чувствуют, что вы уже к ним идете. Ну не знаю, наверное. Пора, говорит, нам кушать. Вот они все здесь родились у нас. Правда, сейчас у нас утки были, вот от них столько грязи еще никак не было. А что это за рыбки? Это карпы, в основном это карпы. Есть карпы кои там, вон карачи. Вон там карп, бы кои проплыл. Рыбы. Они не поняли, что будут. Дети, идите сюда. Не обманем вас, не обманем. Можете прям все высыпать, и они тогда как накинутся, и будут все грызть. Как интересно все-таки, да? Мне кажется, они причемокивают от удовольствия. А на зиму, видимо, жизнь у них успокаивается. Так должно быть. Наших ничего не успокаивается. Наши как ели, так и едят. Все мне, вот я покупаю корм, а мне говорят, ну уже ваши рыбы перестали есть. Я говорю, наши не перестают. Также в помещениях монастыря живет несколько весьма необычных животных. Например, декоративные рыбки и попугайчики. Один из них даже сам прилетел в обитель, да так и остался. Компанию им составляют шиншиллы. И уже известная нам под именем крысоловки кошка Экзот. Ее подруга – добрейшая домашняя собачка. Вот такая вот чудесная собачка живет у матушки. Вот, вот говорят, что она очень всех любит. Да, хорошая девочка. Как зовут девочка? Маня. Маня. Вот такая Маня. Вот так мы с Маней познакомились. А там еще есть кошка. А вот и кошка. Вот красавица какая. Ох, необычная. Красоловка при этом. Да, помощница. Как зовут ее? Это Кафа. Кафа. В честь Феодосии. Матушка Феодосия и кошка Феодосия. Да, тезку поехала. Вот ты моя милая. Какие необычные у вас здесь оказались животные. Откуда появились шиншиллы? Нам первых подарили люди. Видать, кто-то из детишки завели себе шиншилл, а потом, видать, наскучила им это занятие, и нам первых привезли. Остальные уже у нас родились. Вот так вот. А вот смотрите, сейчас можем дать им яблоко, и они с таким удовольствием будут его крысть. Хвостики бубликами. А этот маленький ребенок. Иди сюда, мой маленький. Ой-ой-ой. Чтобы он не убежал, надо за хвост держать. Вот так вот. Хотите подержать? Я никогда в жизни не держала шиншиллу. Слушайте, представляете? Мы его за хвостик придерживаем. Это мой зайчик. Представляете, что происходит? Да, он вообще как белка. Он когда рождается, он полностью готов к жизни. То есть он может есть обычную еду. Он тоже может бегать, ходить, скакать. Он рождается с волосяным покровом. То есть он когда родился, он полностью готов к жизни. Ему не надо ждать неделю. Меня хочешь съесть? Да. Вот у нас впервые в нашем проекте шиншилла. Да? Давайте обратно. А пусть отдыхает. Это мой хороший. Иди сюда, иди сюда. Иди, не бойся. Сейчас я тебе дам смотреть, какую вкусную штуку. Самыми общительными на ферме оказались ослики. И в первую очередь глава ушастого семейства – ослица Изольда. И ее сын Юлий. Юлий пока еще не объезжен. Молот и немного горяч. Хотя и весьма добродушный. А Изольда спокойная и уравновешенная. Матушка с ее помощью разводит перед праздниками подарки сельским детям. Ой, ты мой хороший. Юлечек. Ух ты, Юлий. Ух ты, Юлий. Ух ты, Юлий. На, будешь сухарь? Хрум-хрум. Вороба, что-то мой. Ох ты, мой конь. Какая у него расцветка изумительная. Темная. Яркая такая. Ах ты, мой дорогой. А какие вот у них тонны, мягкие вот эти губки, вот это, да? Ну что, будешь хрустеть? Ну, прям целиком. Юлик очень приятно познакомится. Всех любят, всех бы расцеловали. Всех бы, конечно, все выпросили, что в карманах есть. А у кого что есть, не уедет человек, если у него из карманов все не съедят. Вот они, вот эти любопытные. А детей очень любят, потому что дети садятся, вот просто залезут и сидят. Без уздечки, без недоузка, без ничего. Просто садятся, так за гривой держатся и все. Вот. И они такие стоят или ходят, катают, их с удовольствием, никого не обижают. А он без мамы вообще жить не может. Вообще не может жить. Надо, чтобы мама обязательно где-то рядом паслась. Или клетка его должна быть рядом, возле мамы. О, ты мой хороший. Скажи, ну я же вижу, что здесь есть кусочек. А здесь, посмотрите, у них вот на спине крест. Это вот когда Господь в Иерусалим езжал на осленке. Вот Господь ведь не на взрослом осле езжал, а вот на таком необъясном осленке. Совсем на молодом. Еще на нем никто не сидел до этого времени. И Господь дал знамение всем ослам, что у них теперь на спине, у каждого осла вот такой есть крест. Что Господь на свои страдания. Вот это вот место, да? Как красиво получается. У всех есть такое осло. Ну вот этого не видно, но у него тоже есть, да, Юлик? Кто еще тут валяется? Тоже, у них общежитие. Иди сюда. Все живут вместе. Да. Да? Привет. Я так не знаю, что это такое. Это, скажи, друзья. Это несъедобное. Да, они все любят друг друга. Все живут как братья. Ни ослы не обижают, ни баранов, ни курей, никого. Никто никого не обижает. Матушка, вот вы говорите, что если даст Бог, появится лошадь, сможете на ней верхом ездить? Да, я могу и седлать, и ездить, и запрягать, и что угодно. Я в монастыре как бы долго исполняла послушание, конюхом была. Это был как раз первый год моей жизни. Поставили меня на конюшню, а там лошади такие огромные. Вот здесь вот у нас в Крыму какие-то маленькие лошади. А там в холке лошадь выше моего роста. И вот меня, значит, отправляют к такому жеребцу. У него копыта вот такие, ну тяжеловес он, тяжеловоз такой. Огромный-огромный конь такой. Я когда к нему заходила, я думала, вот я, наверное, сейчас на послушание-то и убру. Так в Царство Небесное попаду. Ну вот как-то они очень тихие и спокойные. И, видать, рано еще в Царство Небесное попадать. Ну, всему свое время. Но было так страшно. Потом послушание – это святое дело. Господь на самом деле помогает. Потому что куда бы ни поставили, на молочную ферму, там, в курям, там, или куда еще, там, в гостиницу там открывали. Или разное-разное послушание, чтобы не ставили куда. И здесь с Божьей помощью все с теми справляемся. В старину монастыри жили так, чтобы ни в чем из мне не нуждаться. Были свои поля, виноградники, да и фермы, конечно. Сейчас в Катерлесской обители тоже многое получается делать самостоятельно. Есть своя небольшая пекарня и свечное производство. Первый раз у нас не получилось. То и мы начали хлеб делать, потом то человека нет, там еще чего-то не хватает, то у нас тестомеса не было. Был какой-то, нам пожертвовали, но он был неподходящий для этого. Он, видать, для чего-то жидкого теста какого-то. А теперь Господь вот нам послал тестомес хороший. И вот человека, надежда наша, она, милости Божьей, печет нам хлеб. Для монастыря этот хлеб. И люди спрашивают, с удовольствием приходят, покупают монастырский хлеб. И здесь у нас на монастыре, и на подворье у нас в городе тоже все спрашивают. Потому что, пускай он может не такой красивый еще пока, но со временем будет, наверное, аромат. Он сделан точно с молитвой. Он сделан с молитвой в святых стенах обители. Поэтому под покровом Пресвятой Богородицы, Владычицы нашей, и Георгия Победоносца. Монастырь вообще должен сам себе полностью обеспечивать. Но мы пока, я думаю, что только начинающий монастырь, поэтому у нас еще есть к чему стремиться. Да, конечно, мы должны себе шить одежду сами. И мы немного шьем, правда, вот это все мы шьем сами. Но хотелось бы это немножко на другом уровне делать. Сечное производство – это вообще моя любовь с очень давних времен. Ну, я сюда, когда, знаете, захожу, мне нравится, когда разогревается воск. Мне нравится дышать, мне нравится запах, который здесь находится. Мне нравится, что потом руки, они немножко такие вот, не то что липкие, они какие-то вот, они пропитаны вот этим воском. И оно потом проходит, он потом впитывается, его не надо потом отмывать, ничего делать, такого не надо. Ну, а сам процесс, как начинается, это вот я беру нитку какую-нибудь, вот, беру рамку. Вот здесь вот у меня уже намотанные рамки есть, вот так вот. И начинаю ее окунать. И вот так вот она сейчас течет немножечко, я ее вот так остужаю здесь вот на воздухе. И вот так вот я окуну несколько раз до нужной толщины свечи. И так уже получается свеча. Да. Сразу прямо на глазах. Угу. Такой процесс. Вот сейчас семя окунаний будет свеча. У нас есть пасека своя, у нас там есть воск, немного, конечно, пока еще, потому что тоже только начало всему. Я говорю, что наш монастырь только начинается. У него все еще впереди. Ферма – это очень важное подспорье для всего монастыря. Но еще всегда есть люди, которые готовы помочь. Строится новый храм, продолжается благоустройство монастыря. Появляются новые животные на ферме, и жизнь идет дальше. В этой светлой и прекрасной обители, кажется, каждый обретает свое счастье, чтобы в итоге разделить его со всем миром. Без вот этого всего чего-то в жизни не так. Своя пустыня, вот эта степь, я выросла на запахе вот этих полевых цветов, таких степных. И любой человек, который сюда поднимается, задевает ногой или шалфей, либо чабрец, всегда слышит, как этот запах распространяется отовсюду. Полынь, это… У нас только полынь цветет. Три разных вида полыни, да, и три разных вида чабреца. То есть это столько ароматов необязновенных. Я рада, что Господь меня поселил здесь. Я всегда благодарю Бога, что я живу в Крыму. Это рай Бога на земле, я так думаю, что. И что именно в этой части, потому что, когда захочется увидеть горы там большие, там или что-то, леса хвойные, мы съездим с Божьей помощью на юг. Но там больше суеты. А монахам в пустыне. Как будто здесь монастырь призван здесь быть. Это место для монастыря. Оно в пустыне, как древние монахи жили. Жизнь сама по себе, она просто сложная. Ну, это у всех людей. А у монаха, когда ему в постриге дают облачение, например, когда дают рясу, и говорят, дается одежда радости и веселья. Поэтому, я думаю, если человек по призванию своему пришел в монастырь, чтобы служить Богу, он любит это все. Он старается измениться. Поэтому, я думаю, что наша жизнь, она очень радостная и все-таки счастливая. Человек ищет утешение в Боге. И Господь его утешает за это. Каким-то невидимым и чудесным образом утешает. Особенно вот я про монастырь, если говорить, монахи. Они вообще живут здесь как бы все время с благодатью, все время с благословением Божьим. Почему? Потому что ничего своего нету. Никуда ты не пойдешь без послушания. Послушание, это если перевести с греческого языка, это служение. И вот это служение, которое мы приносим ближним своим, каждому в своем месте, это очень ценно и важно перед Богом. И это человека радует. Постепенно ты живешь, научаешься благодатью, научаешься любить Бога. Научишься любить сначала ближних, потом Господь откроется нам. И так мы живем и радуемся жизни. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова